Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Всем привет! 6 мая 7.40 по московскому времени. Смотрим комплексную аналитику, зону объема обзорной данной потопки, техническая составляющая рынка. Итак, данная неделя началась условно в пятницу, когда мы подводили итоги месяца. В понедельник окончательные итоги месяца подводили. Месяц был хороший, месяц был замечательный, но данная неделя меня немного припустила. Опять же, у меня вчера сделок не было, я об этом говорил на обзоре на вечернем, и суммарные потери за неделю пока как были, так и остаются 0,3% от депозита. Это немного не критично, но тем не менее зафиксировать то, что неделя убыточная. Мы обязаны, я обязан. И моя задача в пятницу не постараться все это дело отбить, потому что попытки отбить убытки – это первый шаг в пропасть, скажем так. Ну, он же единственный, можно сказать, шаг в эту самую пропасть. Но, по крайней мере, если будут хорошие сделочки, нужно сегодня постараться и не жадничать, хотя бы выйти в нулину, и уже будет хорошо. Движения аховые были, по сути, на этой неделе. Если нас очень сильно тряхануло в четверг на ослабление американского доллара, то пятница развернула нахрен все, и у нас пошло укрепление американского доллара, а основные идеи были заточены, чтобы поработать в противовес, хотя не все из этих идей потеряны. И мы сегодня будем на эти вчерашние идеи основной акцент, но и будем новые мыслишки, новые варианты рассматривать. Давайте быстренько пробежимся, потому что еще сегодня нужно разыграть софты по вашим комментариям. Погнали! Евро, как был лонг, так и остался. Что-то тут очень непонятно с опционами, прямо ай-яй-яй, да? Ну, посмотрим чуть попозже. Фунт поменял тенденцию махом резко, шлепнулись в рамках долгосрока. И вот этот вот момент экспирационный, он, конечно, неприятен, потому что по экспирации хотелось бы, конечно, движение наверх. Ну, будем смотреть. Ауди поменял шорт, Новозел поменял шорт, иена. Кстати, вот если обращать внимание на вчерашние идеи, еврик все еще неплохо, иена тоже все неплохо. И вот такой шорт было бы очень приятно поторговать, неплохим риском, причем здесь недостатков не так много. Посмотрим на эту самую идею. Канада смена лонг, швейцарец смена лонг. Короче, у нас на четверг пять инструментов поменяли тенденцию, да? На сегодня тоже пять инструментов поменяли тенденцию. И это такой, можно сказать, отрицательный момент в торговле, да? Когда туда-сюда расколбасы идут. Ну, ничего. Золото не поменяло шорт, серебро не поменяло шорт, нет, не поменяло лонг. Индексы поменяли, тенденция стала шортовой. Погнали ищем точки входа. Начинаем с еврика. И еврик у нас, вот он, основная идея, да, была ложный пробой на зоне 1-2. Но мы всегда обращаем внимание на пок и пок. Вот он только где у нас перетек, и поэтому ложный пробой тут отпадает, а 1-2-3 смотрится неплохо. На откате будем заходить в лонг позицию. Цель 1 максимум, цель 2 недельная зона. Опциончики тут интересно, да, у нас коканули как. Ну, получается вот максимально выгодно где-то вот здесь сегодня проэкспирироваться. В этом диапазоне, давайте-ка еще глянем уровень Max Payne, а он где-то очень далеко отсюда. Ой, как он высоко, как он далеко. Но, скажем так, вот эта идея проэкспирироваться здесь смотрится неплохо, а дальше будем уже глядеть, что у нас будет. В общем, 1-2-3 ждем. При формировании этого 1-2-3 лонгуем. Ну, по толпе никаких. Ну, хотя 67% покупателей. 0,25 риском давайте по еврику поработаем. Пункт. Сменил. И вот вчера был вопрос очень интересный. В чем я был неправ по фунту, человек написал. И я даже дал неправильный ответ немножко. Первый мой ответ был, ложного пробоя отфильтрованного не было. Сам по себе, вот он классический ложный пробой. Готовый. Но обратите внимание на уровень ПОК. ПОК. Он не фильтрует КМ. Ведь ПОКом мы фильтруем контрольный максимум и контрольный минимум. Именно их. Вот именно вот она борьба должна идти. В момент убийства вот этих самых ребят сначала, да, вот у нас пошло движение, пошел какой-то лонг. Люди поставили сюда стопы. Потому что кто лонговал, понятно, у них есть, ну, у подавляющего большинства умных людей стоят стопы. Вынесли эти стопы. Кто выносил? Шортисты. И их было много. Потому что ПОК сюда перетек. Они поставили сюда стопы. И пошел второй вынос стопов. То есть вот это двойной вынос стопов. И рынок у нас опустошается. И мы пытаемся работать в лонг. Но чтобы понять, что здесь действительно были деньги, мы должны именно вот тут увидеть объемы. Когда вот этот вынос произошел, последний, вот эти объемы должны быть здесь. Поэтому ложного пробоя как такового здесь не было. И дал я потом неправильный коммент, не посмотрел нужный таймфрейм. Потому что я написал человеку 1, 2, 3 не было. Я смотрел на M30. Но если глянуть на M15, ребят, по-честному, это был хороший 1, 2, 3. В рамках паттерна 1, 2, 3 идет дополнительное сокращение рисков. То есть если ложный пробой плюс 1, 2, 3 мы расторговываем, это во, можно поработать полным риском. Но при классическом 1, 2, 3 необходимо дополнительное сокращение рисков. И если вот по этому 1, 2, 3 кто-то заходил, ну стопы бывают, без стопов никуда. Я специально оставил вот этот ПОК сегодня здесь, чтобы разобрать эту ситуацию. В принципе 1, 2, 3 здесь был нормальный. Его можно было работать. Но вот так у нас произошло, что мы провалились, дошли тут же до противоположной недельной контрольной зоны. Что делаем сейчас? Ищем точку входа на продажу, но самым минимальным объемом, которым только можно. У нас удержание недельной зоны, у нас убытки по опционам, у нас сильное аховое движение, да. И вероятность отыграть каким-то образом это движение присутствует, особенно в пятницу. И поэтому вот вероятность такого движения, она конечно, ну минимальная. Поэтому риски мы берем именно такие же, минимальные. Поработаем из текущего диапазона выгодных цен при перетекании ПОК. Ну, не могу дать акцент на какую-то дробную зонку. В общем, здесь ищем паттер. По толпе фунтик нам говорит о том, что четвертинка неплохо смотрится. Тут максимум стопов, поэтому ну вот на четвертинку, скажем так, хоть какой-то акцент мы даем. И все, но минимальным риском. Далее, Ауди. Такая же фигня произошла после, и мы на этот момент обращали внимание, что Ауди вроде бы импульсно так хорошо ушел, но куда пришел-то? В опциончике, и отсюда выгоднее куда? Сюда. И мы ждали такого падения. Думали здесь, я так думал, не мы там, да. Ну и отсюда. Но опять же, паттерна не было, входа не было. Сейчас вот эту идею, как ее расторговать? Паттерн-то вроде вот он опять же готов. Но посмотрите, где объемы. Объемы нам пока говорят, тут ребята доминируют покупатели. Да плюс вот это удержание недельной зоны. Все это говорит о том, что если и работаем в шорт, то так же, как и по фунту, минималочкой. Но нам нужно увидеть перетекание ПОК. Для того, чтобы мы поработали именно в рамках вот этого ПОК, при формировании такого паттерна, цель 1, цель 2, стоп за максимум паттерна, точка входа на ПОК, учитывая данные по толпе, и вот это жесточайшее количество стопов, минимально возможным риском, как и по фунту. Навозил. Тут немного, по-моему, приятнее ситуация с ПОКом. И кто с утра залез каким-то образом. Но опять же, куда здесь залезть? Только 1, 2, 3. Давайте будем честными. Ложный пробой не готов. Хотя. Ну, спорный момент, ребят. Минимальным риском можно уже сидеть в позиции. Кто не залез, вот сюда ставим лимитку. Стоп 18 пунктов. Тейк 31 пункт. Вот она идея на текущую ситуацию. Риск, учитывая удержание. А здесь есть удержание недельной зоны минимальной. Но, вернее, немного сокращаем. А вот все-таки минималку, почему мы берем? Смотрите, вот эту вот ситуацию. Раз. Как я эту ситуацию боялся. Здесь два. Сидя вот отсюда в продаже. Где-то здесь сидел в продажах. Смотрите, вот на этот уровень. Как жестко он отыгрывается, этот уровень. Да и по факту-то мы сейчас находимся в этом самом уровне. Поэтому 0,25. Максимально возможный риск. Если вы залезли, сидим. Если не залезли на этот ПОК, ставим лимитку. Стоп сюда. Тейк 63.92. 63.57. Все. Толпишку глянем. Ну, стопика снизу чуть побольше. Набор покупателей. Но вот этот недостаток, он как был, так и остается. Ну, всем аккуратненько. Шаркин навозил на сегодня. Гена. Второй инструмент, на который прям максимально возможный акцент. Ждали перетекания ПОК. Ждали паттерна 1, 2. И он почти готов. ПОК перетек. Перетек. Вот как КМ мы фильтруем. Смотрите. КМ. И вот она, где идет борьба между вот этими точками. КМ. И первой точкой, формирующей этот самый КМ. Вот она борьба. То есть, что произошло здесь? Как вчера я опять же рассуждали. Тут 4 варианта у нас могут быть. Приход новых покупателей. Уход покупателей. Приход продавцов. Уход продавцов. Неважно. Суть в том, что там основные деньги, основные объемы всего вот этого движения. Вот они здесь. И когда вот тут кто-то начал шортить, нате получите по соплям. Но ведь это кто-то лонгует. И у подавляющего большинства этих лонгистов стоп-лосс будет здесь. Как это проверить? Ну, оно не всегда так. Мы смотрим на иену и видим, вот они стопики. Но здесь немного их, но они вот они тоже. Вот они стопы-то лонгистов стоят. Уже их подтягивают. Под текущий минимум. Под текущий минимум. Вот это в большей степени безубыточники подтягивает. И я всегда говорю, что кто является сторонником того, чтобы вот это движение условно развернулось? Да покупатели же и являются. Те самые, которые начинают подтягивать свои стопы. И собрав один стоп, по принципу домино мы начинаем уходить вниз. И поэтому те же покупатели приводят к тому, что цена падает вниз. Поэтому и здесь. Вот у нас есть определенного рода покупатели. Причем вот он, набор этих самых покупателей на росте инструмента. И есть вот они безубытки, стопы их. И поэтому я хочу поработать прям на... И прибыльных-то много. Прям, наверное, 0,5 риском я хочу поработать по иене. Мне нужно дождаться пробития вот этих минимумов. При пробитии этих минимумов у вас есть две точки входа. Но я бы рекомендовал использовать вот эту первую. Именно по контракта взять. И вот эти объемы. Тогда, конечно, не самое лучшее соотношение. 68 пунктов стоп, 140 пунктов тейк-1, 220 пунктов тейк-2. Но эта идея мне нравится. Иенку я буду брать. 0,5 риском. Опционы не мешают, помогают. Объемы не мешают, помогают. Небольшое сокращение идет по технической составляющей. Ведь по технике все-таки вот это движение, оно как бы напрашивается. И уход вот сюда, он вот такой, к сожалению. Но по субъективному нашему взгляду. Там посмотрим какой-нибудь долгосрочный таймфрейм. Может быть мы находимся в каком-то вот в этом месте. И в рамках долгосрока приятнее пойти сюда. Поэтому техника субъективна, аккуратненько. Но небольшое сокращение рисков мы даем. 0,5 иену работаю. Канада. Ок, мне не нравится. И вот эти объемы мне не нравятся. Поэтому текущий диапазон вообще не рассматриваю к покупке. Даже если у нас произойдет изменение ПОК. Покупать вот в эти объемы не очень хочется. Еще и лимитка вон какая жирная. Поэтому жду ухода наверх. И только вот такую картину буду расторговать. Далее. Швейцарец. Ну тут можно наверное. Сейчас мы ПОК посмотрим. Ну при условии вот такого формирования паттерна. Лонгуем, но к сожалению самым минимальным объемом. Уход в убытки по опционам. Отсутствие технического подтверждения среднесрочного тренда. Поэтому 0,25. Цель максимум. Цель недельная зона. Нефть. Работаем. Работаем в лонг. Работаем по прям текущим моментам. Наверное вот нефтянку. Да. Нефтянка 1,2,3 готов. Лимитку бросаем на ПОК. Цель 110,24. Вторая цель 101,65. По паттерну 1,2,3. Стоп за вот это минимум ставим. Все лонгуем. Золото. Ничего не делаем. Техслом. А серебро с сегодняшнего дня можно. И основной акцент мы даем на диапазон между четвертинкой и золотой четвертинкой. Вот она основная идея. При формировании тут паттерна. Шортим. 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 Цель 1 минимум. Цель 2 недельная зона серого цвета. Данная неделька у нас удержана. И поэтому риски немного сокращаем. Плюс падение самого серебра в такое непростое время, когда вроде бы в эти активы золото, серебро являются безопасными, скажем так. Ну 0,25 поработать можно. S&P. Ждал точку входа на зоне 1,2. Но вы видите, как мы ее прошили. И закрылись ниже. Никакой точки входа нет. На сегодняшний день ищем продажу. И основной акцент у нас получается на четвертинку. Прямо вот тут при формировании паттерна будем искать точку входа в шорт. Вот так выглядит идея по S&P. Четвертинка. Котировка на сегодняшний момент 4166.3. NASDAQ. То же самое. Ищем шорт. Ищем шорт. Теперь есть диапазон выгодных цен. Основной акцент на 1,2. Здесь объемы контракта. Мы отсюда искали покупку. Но опять же, никакого паттерна не было. Никакой точки входа не было. Поэтому по сути-то нам плевать, что у нас движения пошли в противоположную сторону от того, как мы хотели. Но обратите внимание, тут у нас удержание недельной зоны, отсутствие технической информации, плюс само падение индекса. Поэтому по NASDAQ риски я бы рекомендовал даже чуть меньше взять, чем по S&P. То есть тут 0.1, 0.15 максимум. И Don Jones. Такая же у нас карусель. Смена тенденции. Очень-очень быстрая. Точки входа в том месте, где мы ее искали, не было. Прошили нафиг зону 1,2 без каких-либо ограничений. Причем видим, что уже есть тест четвертинки, да, у нас. Да, он уже есть тест этой самой четвертинки. А вот что у нас тут с POCO? Слушайте, а это точка входа в режиме онлайн, ребят. Очень короткий стоп. Можно зайти, но опять же риски 0.25 и ни в коем случае не больше. То есть на 10 тысяч долларов максимум рискуем 25 долларов. Все. Любой другой риск, он слишком серьезный, слишком большой. Вот такие идеи. Есть варианты, получается, по евро. Есть вариант, получается, по иене. Неплохо смотрится нефть. В режиме онлайн выставляем лимитку. И по Don Jones выставляем лимитку. Но также надеемся еще на серебро. Возможно, S&P, возможно, NASDAQ. Всем профита, да, по таким торговым идеям. Ну, а мы давайте с вами разыграем. Так, у нас видосов было одно видео, я пропустил. Да, пятничный, понедельник, вторник, среда, четверг. И дневной был у меня только в четверг. Погнали и ищем, ищем, ищем это самое видео. По колесу дальше. Каждый, кто выиграет, ребят, обязан мне написать в личку почту, с которой зарегистрировано на сайте fxotrader.ru. И вот дневной обзор. Мало кто его смотрит. Да, ну вот тут не очень много комментов. Да, ну, кто написал, тот написал. Так, где у нас? Берем, копируем ссылочку. Алло. О каком прямом эфире можно говорить при таком интернете, да, ребят? Ладно, погнали, вот так скопируем. Это неправильно. Вставляем этот видос. И сейчас, тут может 4-то комментарии было. Сейчас 7 разводим софты. Нет, 17 комментариев. Ну, ладно. Погнали. Вот все у нас желающие сегодня победить. Поехали. Индикатор про опшн. Евген М. Поздравляю. Так. У меня со скринами сегодня беда. Тамбаром. Давайте я буду плацать вот таким образом для себя. Погнали. Евген, тебе достается про опшн. Следующий победитель. Индикатор про волу. И это у нас Рамзан. Поздравляю. Про волу на один месяц. Остается тебе написать мне в комментариях в личку свою почту. Далее. Два коммента, я уверен, Рамзан отставил с разных аккаунтов. И повезло. Выиграл. Индикатор про мейкер. Поздравляю. И Алексей, изи ордер достается на месяц тебе. Все. Четыре победителя. Три, вернее, победителя. На четыре софта Рамзана достается два. Пишите, ребята, мне в личку. До понедельника. То есть сегодня, суббота и воскресенье вы обязаны писать. В понедельник, вторник вам софты выдадим. На этом у меня все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...